Микс Ньюс Доброе утро всем-всем-всем, кто нас слушает, кто сейчас присоединился. Мы продолжаем «Утро на Болткоме» и сейчас в программе «Личное утро» у нас интересная гостья. Ольга Андреевна Павук, профессор Балтийской международной академии, издатель, главный редактор интернет-журнала «Балтийский курс» и доктор экономики, ну и известный журналист, известный человек, просто очень хороший человек. Доброе утро, Ольга Андреевна. Доброе утро всем, доброе утро, Рита. И введу программу я, Рита Трошкина, наш звукорежиссёр Евгений Копеин, а говорить мы будем сегодня, ну, исходя из названия программы, о «Личном утре» нашей гости. Ольга Андреевна, можно узнать сразу, в чём заключается ваше «Личное утро» обычно? Очень хороший вопрос. Вот скоро будет год, как я переехала в другую квартиру в Юрмале, и моё утро, когда я просыпаюсь, это открытое окно без занавески, а в нём сосны, за которыми я знаю, что буквально там в 100 метрах море. Это меня вот каждый день так радует. Это здорово. Это счастье, да? Да, это здорово, когда утро начинает. Сосны, небо, и за ними море, да. Ну, вот так раз разговор. И на вашей страничке в социальной сети, в Фейсбук, ещё сирень в последнее время стоит на фотографиях, да? Сирень, да, май. Букет сирени на этом окне, подоконнике? На этом же, да, это стол, он же и подоконник, у меня небольшая квартирка, да, да, да. Сирень – это май. Май для меня – это такой особый месяц, и я люблю майские цветы. Ольга Павук очень частый гость на радио, и часто она комментирует экономические вопросы и проблемы, потому что она хороший специалист и профессионал высокого класса. Но сегодня мы будем говорить не только ни об экономике, или не только об экономике, ну, как пойдёт, да, может быть, зацепим немножечко какие-то темы. Вы можете нам позвонить по телефону прямого эфира 672-12-939, 672-13-939. Но говорить мы будем о жизни во всех её сегодняшних проявлениях. И давайте с весны тогда и начнём. Май, май, сирень, карантин, изоляция. Как это всё складывается, укладывается в голове обычного человека и, скажем, для вас лично вот эти противоречия? Ну, с одной стороны, я должна была бы, наверное, сетовать на самоизоляцию, на то, что вот сидеть дома одной, а я в группе Риска. И, ну, месяца полтора я вообще практически не общалась ни с кем. Ну, я ходила, я гуляла, я же в Юрмале живу, да, но не общалась ко мне, не приходили гости. Потом мы это дело всё-таки наладили, да, но мне не было трудно. Я люблю быть одна. Я очень публичный человек, у меня масса разных мероприятий, приёмы, лекции, студенты, докторанты там и всё остальное. Но я люблю быть одна. И для меня самоизоляция – это нормальное состояние, это возможность побыть самой, о чём-то подумать, послушать музыку и что-то пописать. Мне не было трудно. Я даже, может быть, радовалась иногда, что и не надо, и не надо ни с кем встречаться. Да, не надо там наряжаться, переодеваться. Нет, наряжаться – это другой вопрос. Нарядился и пошёл погулять. Но вот побыться собой – это награда. Это награда после того, после тех вот долгих-долгих лет, когда ты всё время был с кем-то. С кем-то сначала, там, семья, дети, даже самая хорошая семья. Всё равно это, ну, утомительно, когда ты вот всё время в какой-то группе. А потом работа, которая тоже, конечно, занимала там какую-то часть моей, в какое-то время занимала, ну, была главной в моей жизни, что тоже я пересмотрела уже. И это… Так что самоизоляция – это хорошо. Это хорошо, это возможность… Ну, если без этих негативных всех… Конечно, конечно, ну, когда ты просто в своей самоизоляции, то есть в своём кругу внутреннем, то это хорошо. А внешне, вот когда ты живёшь, опять же, в Юрополе, то как бы остальное уходит немножко на другой план. О чём я беспокоилась, конечно, только о том, что у меня дети, они все за границей. И что они далеко, и неизвестно, когда мы в следующий раз увидимся теперь, как долго всё это будет. И там, где они живут, всё было гораздо более неприятно, чем в Латвии. В Латвии всё-таки наша… Достаточно гуманная. Достаточно гуманная, да. Как мои дети говорят, у вас там курорт. Лайт. Да, версия. Да, у нас действительно курорт по сравнению с той же Испанией, там, или Британией, или ещё с кем-то. Ну вот, а меня зацепила строчка, которую у вас на страничке прочитала. Знаете, что меня беспокоит сегодня мир без объятий? И меня так как-то, эта строчка, думаю, да, вот это вот, конечно. Опять же, это не связано, ну, это как бы привязано к современному состоянию, да, что нам предлагают не обниматься, не целоваться там или ещё чем-то не заниматься. А в моём, в моей жизни мне просто не хватает вот объятий. Это единственный, наверное, вот отрицательный момент вот внутренней самоизоляции, да. Очень хорошо быть одной, но вот когда всё-таки есть кто-то, с кем можно обняться и подержать за руку. Ну, такая нормальная человеческая потребность. Это нормальная, да, это очень важная человеческая, человеческие такие, ну, я не знаю, слабости или ещё что-то. Ну, вот, смотрите, у вас в разных ипостасях вы проявляетесь, да, то есть вы экономист известный, вы преподаватель, вы мама, вы бабушка, там, пятерых внуков прекрасных, красивая женщина, интересные собеседники. Что из вот этого всего вам ближе, где вы более реализовались? Вот как вам кажется, если говорить о гармонии общей? Это такой вопрос тоже очень непростой. Вот вопрос гармонии для меня, он, ну, очень важный. Я думаю, что всё-таки самое главное, что было в моей жизни, это вот годы, когда были маленькие дети, когда была полная семья, когда был жив муж, и это были самые гармоничные и счастливые годы жизни. И, наверное, это для каждого человека должно быть всё-таки самым главным, кроме, может быть, каких-то личностей, для которых вот работа – это жизнь, да. Ну, а как вот эту грань можно соблюсти? То есть вот люди кидаются из крайности в крайность обычно, мы сейчас так шире… Ну, я не могу говорить за всех людей, я недавно стала думать об этом, и я поняла, что когда мы теряем гармонию по какой-то причине, да, но теряем, то мы ищем тогда вот чего-то другого. Есть такое понятие – сублимация, перевод энергии одной энергии в другую. И вот лично я, в своё время, потеряв близкого человека, я как бы сублимировалась в работу. Я погрузилась в работу с такой силой, с такой энергией, что мне казалось, что это самое главное в жизни. Это сказалось на отношениях, может быть, с детьми, которые ещё не совсем были взрослыми, потому что я… Вот был момент, когда работа – это всё было. Это работа газете, бизнес-балтии, мы все там были вообще фанатами своего дела. И тогда я думала, что да, это вот очень важно, это главное, и без этого жить нельзя. То есть вы искренне думали или вы понимали уже тогда, что это… Нет, тогда я искренне думала, да, искренне думала. Но это, ещё раз говорю, это и есть вот та самая сублимация, это перевод одной энергии в другой, это замена. Это не только в работе, это может быть в чём-то другом. Это поиск, может быть, партнёра взамен ушедшего. То есть бесконечный поиск – это тоже сублимация, это практически замена одной энергии другой. А жизнь должна быть гармоничной, и только тогда она имеет смысл, когда есть всё в этой жизни, когда есть и дети, и семья, и работа, и хобби. У меня не было хобби. Я совсем не такой счастливый человек, как показывает в Фейсбук или как меня представляют. Работа заглушала всё. Сначала была семья и дети, не до хобби было как будто бы. Ну да, вязала, шила, обшивала всех, но это не хобби. Это необходимость была в советское время, потому что просто иначе одеться нельзя было нормально. А потом работы было так много, что я вообще ни о чём больше не думала практически. Ну, были, конечно, какие-то личные связи, но это тоже сублимация, это не было… А вот когда я стала… Да, работа – это же не только журнал, газета, потом журнал, это параллельно всё время ещё преподавание, всё нравилось, я всё это очень любила и сейчас люблю, да. Но я поняла, что главное всё-таки – это гармония и хобби. Я недавно только обрела хобби. Вот я всю жизнь прожила без хобби. У людей там, у кого рыбалка, у кого что-то, у кого там… Вот давайте поподробнее теперь с этого момента. И вот эта попытка гармонизировать свою жизнь – это всё-таки хобби, это фотография. Фотография. Так и думала. У меня следующий вопрос. Да, я стала… Я раньше никогда вообще не фотографировала, и не знала, и не умела. Но, наверное, первое это было, как и все, когда появились те самые, как они называются… Ну, простые… Мыльницы. Мыльницы, да. Мыльницы. Вот. Ну, мыльницы быстро стали улучшаться качеством, да. Вот. Сын понял, что для меня, для мамы это важно, и стал мне, в общем-то, подгонять неплохую технику. Ну, и здесь я понимаю, что это главное всё-таки не техника, а умение увидеть. Да. Это кадр. Вот я теперь даже фильмы смотрю. Я даже фильмы смотрю, я смотрю, вот как это выглядит в кадре. И для меня хороший фильм – это где хорошие кадры, это где работа оператора, не только режиссёра, актёров или ещё чего-то. И поэтому там фильмы итальянских режиссёров 50-60-х годов – это мои любимые, потому что там каждый кадр выверен. Просто вот, ну, есть, конечно, и другие, тот же Тарковский или ещё что-то тоже, но вот почему-то итальянские особенно. Кадр – это очень важно. И вот смотреть на мир… Кадры решают всё. Кадр – это действительно можно и так сказать. И сегодня это, да, это я иду гуляю, я фотографирую что-то, потом же дома надо разобрать. У вас сейчас с собой есть фотоаппарат? Есть, да? Конечно, он всегда со мной. Это замечательно. Он всегда со мной. Я ваш фанат, вы знаете, потому что, когда я вижу ваши фотографии, это вот я просто искренне каждый раз удивляюсь, потому что такие закаты. Ну, все мы видим эти сумасшедшие закаты, да, которые вот последние годы нас балуют просто, да. Все мы видим эти цветы, вот эти какие-то. Вы как-то идёте по Юрмале и умудряетесь найти вот ракурс, кадр такой, да, что вот он просто цепляет за душу. Я говорю сейчас очень серьёзно. Это правда. Хожу-то под ним и тем же дорожком, особенно в последнее время. Если раньше я могла там сесть на электричке, уехать в Кемере, в Тукумс, ну, в Ассаре погулять там по Капу, то вот последние два месяца, три уже, да, это вообще просто, ну, несколько дорожек, которые есть в разности там 5-6 километров от моего дома, да, в одну и в другую сторону. Я сама каждый раз думаю, ну, что я ещё могу, в общем, подарить себе и людям. Но получается, что каждый раз вот что-то появляется. Тут вдруг вот лодка, красная лодка на берегу красивого заката. А к ней выстроилась целая история. Мне тут же помогли мои там друзья в клубе друзей Юрмала и рассказали. Ой, вообще безумная история. Иду, красивая красная лодка, прямо вот каяк красивый, перевёрнутый. И плещется в волне, никого нет, вообще вокруг никого нет. Ну, я, конечно, нафотографировала, домой пришла, разобрала, быстренько поставила в Фейсбуке. И тут же приходит история. Буквально в 10 минутах от моих кадров, от этих, от закатных, оказывается, человек на этой лодке в море потерпел крушение. Ничего себе. Два часа болтался в воде где-то, да, а это всего 10 градусов вода. И в конце концов выбрался всё-таки на берег. Я даже могу предположить, наверное, я его видела где-то вот издалека уже, да, потому что по времени мы были совсем там где-то все рядом. И эта пара, которые мне написали эту историю, они, при них приехала полиция, которая его уже искала, значит, уже объявили где-то розыск, потому что они уже знали, как его зовут даже, да. Вот целая история. Да, 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 смотрите, раскручивается снимок в глубину и в разную сторону. Да, 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 он в мокрой одежде шёл, там вообще всё вот это вот. И получилась целая такая история, где совместное такое, совместное творчество и рассказ удивительный, да. Вот из таких моментов как бы жизнь не состоит, наверное. Конечно, конечно, конечно. Да, и вы ведёте группу Юрмальцев, да? Да, когда-то мне давным-давно предложил Александр Дмитриевич Гаффин стать администратором этой группы, потому что я туда фотографии просто ставила, да. Ну и как бы вот так повелось, что я теперь там администратор, некоторые думают, что это у меня прям какая-то должность, должность, начальник. Начальник, да, вопросы задают такие сложные. А скажите это, скажите то, да. Ну я стараюсь, конечно. Это украшает жизнь очень людей. Ну поскольку я именно туда ставлю свои фотографии, это гораздо интереснее, чем вставить в профиль, потому что там люди, которые любят этот город, и очень многие там процентов, наверное, половина или больше группы не латвийцы, а люди из разных городов мира, которые сюда приезжают. То есть вы несёте Юрмалу в мир. Да, да, и когда они живут не здесь, да, то они очень хотят... Кто-то скучает. Что-то у них скучают, благодарят. В общем, я получаю массу таких ещё положительных эмоций от благодарности. Ну здорово. Вот у Танина Гуэры, Дмитова, у него была должность министра красоты. Для него придумали. Вот у вас тоже министр красоты Юрмала. Ну вот что-то, да. Скажите, а вот раз уж так разговор повернулся, красота, что это такое? Она способна что-то спасти вообще? Или это фраза просто сама по себе красивая? Нет, это не фраза, конечно. Это, конечно, не фраза. Красота, красота. Красота – это природа, конечно, природа. Красота – это музыка. Красота – это картина. Но в моём понимании, что всё, что делают люди, творческие люди, художники, композиторы, поэты, да, всё идёт, всё, в общем-то, от природы. Вот иногда… Ну, спасти мир способно хоть в какой-то степени. Ну, я не думаю, что миру угрожает просто вот… Это знаменитая фраза, да, вот эта популярная красота спасёт мир. Какой-то ужас, да. Просто красота – это то, что неизменно, то, что всегда присутствует. И во время войн, и во время кризисов, и во время наших каких-то тягот, всё равно красота, она остаётся. Красота, она внутри тебя. То есть человека тянет. Да, она не… Это не внешние какие-то вещи. Это вот внутреннее состояние, да. Ну да, вот это как раз к теме счастья очень хорошо подходит, внутренним и внешним, да, потому что во все века люди рассуждали, что такое счастье, начиная там от эллинов, которые считали, что добродетель, Аристотель, по-моему, говорил, добродетель – это счастье, это дорога к счастью. Потом были разные другие теории, материальные в том числе, и внутренняя гармония. Вот сейчас у нас, конечно, мы понимаем, что это внутреннее, которое должно притягивать что-то внешнее вокруг тебя, да. Вот чтобы у тебя была гармония, и ты был счастлив в какой-то степени, у тебя должно внутреннее соответствовать внешнему. Что вы думаете про это? Ну, я сумбурно немножко. Нет, нет, я очень хорошо понимаю, о чем вы говорите, но для меня это вот вопрос внутреннего круга и внешнего. Внутренний, он очень узкий, он очень узкий, это ты сам прежде всего, да, это твои самые близкие люди, это родственники могут быть, это какой-то, кто-то из друзей, но это очень узкий круг, и он самый важный. А всё остальное, ну, вот в моём понимании, это внешний круг, и он, ну, не так важен для меня лично, да. Что обо мне думают, как меня воспринимают. Мы сейчас прервёмся на несколько минут, у нас рекламная пауза, потом мы продолжим прямо с этого момента. Хорошо, договорились. Ольга Павук, и мы остановились в первой части на той программе, на том, что такое счастье всё-таки, и как оно зависит, как в этом понятии сочетается внутреннее и внешнее. Ну, наверное, надо тоже у меня более чётко выразить свою мысль. В моём понимании, когда ты действительно счастлив, ты вообще об этом не думаешь. Я 20 лет об этом не думала, находясь, как потом выяснилось, состоянии вообще бесконечного счастья. То есть счастье с любимым человеком, с детьми от него, с семьёй, дети растут, ты счастлив. Но ни разу мы не обсуждали с ним, счастливы ли мы. Вот не было этого. А вот когда ты теряешься, начинаешь тогда думать, а что такое счастье. И понимаешь, что счастье – это понятие очень разное. Можно говорить о том, что счастье – это 20 лет моей жизни. А можно говорить о том, что счастье – это вот выходя вечером на закат, и вот иду я по этой дороге, там 100 метров от дома, я живу прямо у самого моря, да, и каждый раз, когда я вижу вот это солнце, заходящее в море, и цвета заката, захватывая дух, и я про себя думаю, какая я счастливая. Счастье может быть мигом, а может быть вот таким длинным, каким-то долгим периодом. Нет, определение счастья дать невозможно. Это даже, наверное, неправильно. Каждый, вот как кто-то там говорил в фильме, что такое счастье, каждый понимает по-своему. Каждый понимает по-своему. Это абсолютно правильно вы говорите, потому что, ну да, это для каждого своё, и есть очень много людей, которые, и мы сами такие были, да, что идёшь мимо, прошёл, ну сколько закатов было в нашей жизни вот таких красивых. Не всегда же мы их замечали. Когда ты занят, ты бежишь, 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 у тебя там одно дело, другое, третье, пятое. Раз, остановился, и думаешь, ах, да, как же я этого не видел раньше. Вот это счастье, момент, который ты зафиксировал, может быть, так. Да, очень запомнила я вот про закаты. У нас прямо верёвочка вьётся. Как-то была в гостях у Аллы Абалевич, ну все знают, да, это один из редакторов журнала «Лилит». Это был 13-й этаж, она тогда в Имонте жила. И вот вдруг мы вечером с её террасы, я увидела такой закат, которого не видела никогда, оранжевый, яркий, да, вот этот момент. Поймать закат – это тоже счастье. И вот тот закат не над морем, который я наблюдаю уже много лет, в общем-то, живя в Юрмале, да, а вот тот я запомнила навсегда. Это Рига, это закат вот с 13-го этажа, многоэтажки в Имонте. Вот представляете, эти моменты, он когда-то был этот момент, а он живёт в вас. Конечно, да. Я сейчас вспомнила про Алекса Дубаса, нашего коллегу, который сейчас давно уже в Москве, на радио «Серебряный дождь». И когда-то он придумал написать книгу, сделать книгу из воспоминаний людей о моментах, называлась «Моменты счастья». Там есть эпизод мой. Вот, я почему и вспомнила, да, «Моменты счастья». Он, помню, нам тоже позвонил, сказал, давайте. Мы собирали среди наших читателей, там, жду, у кого какой счасть. Вы знаете, это так трогательно. Там вроде нет сюжетов никаких таких особенных, но это можно читать, читать бесконечно, да, как тот закат, да. То есть ты читаешь для человека какие-то мелочи, которые он зафиксировал на всю жизнь. Вот, и там есть, Ольга, ваши тоже воспоминания о «Моментах счастья». Я даже его выписала. «Моменты счастья». Садявшись за руки, мы доходим до воздушного моста, садимся в шестой трамвай, еще 15 минут, и мы дома. Вот этот зафиксированный момент счастья, он вошел в книгу. Да, но он там немножко более длинный, да, потому что там самое главное было вот в этом нашем пути, в этой последней прогулке, потому что буквально через два дня был приступ, и еще через три дня не стало мужа. Это когда идешь по Бривибос, подходишь к Красной церкви, к Таллинской, там очень часто такой теплый запах шоколада с фабрики лайма разливается. И вот именно этот аромат остался у меня вот как момент, вот тот самый момент счастья, аромат разлившегося шоколада вот на этом отрезке, а это отрезок еще и рядом, параллельно с улицей роддом, где рождались мои дети. И опять же тоже еще одно воспоминание, это уже воспоминание мужа, когда родился сын, он там с санитаром в кафе рядом с этим вот собором отмечали это событие. Вот это и есть вот эти моменты счастья, которые фиксируются не только взглядом, а вот еще и ароматом, еще там чем-то. И я вот помню, что я все это описала Алексу, а потом я даже не знала, что он вставил это в книгу. И потом совершенно случайно где-то погуглила и вдруг увидела свое воспоминание. Конечно, я его себе тоже теперь оставила. Оно для меня действительно очень важно. Но самое интересное, что когда я покупала квартиру в Риге, уезжала с ее угла, то я неожиданно совершенно оказалась именно в том районе моей квартиры. С запахом теплого шоколада. Да, да. И до этого, да. Заканцовано всех жизней. Ну, сейчас уже все я продала ту квартиру и живу в Юрмале. Но это вот, что это такое, как складываются эти пазлы, это вообще-то очень трудно понять. Но каким-то образом, в общем-то, в жизни все как-то связано. Но говорят, что нет ничего случайного. Но вы верите в это? Я в это верю, да. Я верю, что случайного нет. Все как помешать. Потому что жизнь подтверждает, что вот поскольку у меня пять внуков, и мы со всеми приходилось складывать пазлы, то сегодня для меня вот это понятие пазлы очень такое, ну, пазлы. Надо сложить так, чтобы картинка получилась. И вот это из разных-разных-разных кусочков получаются картинки, которые остаются потом в твоей памяти и важны для тебя. У вас была такая большая любовь в жизни. И я даже не буду говорить это слово «была», потому что она никуда не исчезает. Она всегда с нами остается в какой-то форме. Да, я глубоко верю в то, что любовь не исчезает. Ну, это и, наверное, может быть, хорошо и плохо, да. Потому что это не позволило мне создать еще одну пару. Я так, в общем-то, 30 лет, вот буквально эти дни майские, это как раз самые такие для меня, ну, в общем, печальные дни, с одной стороны, с другой стороны, радостные, потому что это все равно хорошие воспоминания, лучшие воспоминания. Ну, у меня своя теория на этот счет. Я думаю, что люди, которые много раз выходят замуж или женятся и разводятся, это люди в поиске. Потому что все хотят вот той самой гармонии, которой мне повезло, в общем-то. Какое-то идеальное представление есть. Да, да. Вот у меня она, это вот та самая совершенная любовь, гармония, как хочешь можно назвать. Я знаю, что это такое, да. И второй раз, ну, я думаю, что, может быть, мне и не надо второй раз, потому что второго раза не может просто быть. Такого уровня уже не может быть. Такого не может быть, да. А все остальное, все есть, конечно, есть хорошие отношения. Я знаю, что я вызываю хорошие чувства у людей другого пола. Вот, но живу вот так, как живу. Я нормально живу. Я как бы довольна тем, что есть. Но недавно я думала о том, что... Недавно я должна была, может быть, и раньше подумать, что было бы со мной, если бы не случилось несчастье. Была бы у меня там газета, преподавание в ВУЗе или еще что-то, не знаю. Я даже не могу придумать, как бы складывалась жизнь, как бы развивались события. Конечно, я знаю, что я успела защитить диссертацию накануне печальных событий. Но была бы так красочная моя общественная жизнь, не знаю, да. И что все равно важнее вот та внутренняя жизнь. Насколько вам важна общественная жизнь? И вот эти вот тусовки, вот сегодняшние светки, которых мы сейчас лишены, они какое место занимают? Вот люди даже хорошо меня знающие думают, что для меня это очень важно. На самом деле это работа. Конечно, это красивые фотографии в Фейсбуке. Конечно, это наряды. Я люблю наряжаться, да. И, конечно, если я иду на прием, там, посольский или какой-то, я член дипломатического клуба еще. Конечно, я всегда думаю о том, что я одену и как я буду выглядеть. Но все равно это для меня работа. Даже иногда бывает так, что ты в зале, где очень много людей, ты уже с тем, с тем, с тем встретилась, поговорила, даже перекусить, может быть, не успел, потому что обычно это все-таки связано еще и с какими-то застольями. Но думаешь, о, скорее бы домой, скорее бы уехать в свою келью, выйти, может быть, к морю или еще что-то. А иногда это бывает по другой причине. Это я тоже понимаю. Иногда ты бываешь в обществе, которое внутренне тебе не очень комфортно. Все вроде бы хорошо, все вроде бы хорошо, и люди вроде бы нормальные, и все. А вот внутреннее состояние, что нужно скорее оттуда уйти, неискренность, неискренность в отношениях, неискренность восприятия, может быть, мира, не только тебя лично, а вообще того, что происходит. Поэтому тусовки – это такое, это не главное. Скорее концерт, скорее музыка, где тоже, в общем-то, встречаешься тех же людей зачастую. Все-таки Латвия, Рига – там маленький город. Но там ты можешь погрузиться в себя. А вот на всяких там приемах ты должен все время свою энергию как бы распространять на других. Что для меня важнее? Погрузиться в себя. Для меня это важнее. И это, наверное, никто не воспитывал в тебе. Но, с другой стороны, это, наверное, привели родители, мне так кажется. Что самое главное из детства вы сохранили? Вот внутреннего ребенка, о котором мы так часто говорим, сохранили вы в себе? Да, есть, наверное, две вещи. Есть папа и мама, которые для меня были одинаково важны, но абсолютно по-разному. Папа – это тот человек, который привил мне, действительно привил, наверное, он этим занимался, любовь к природе. Книги, которые мы читали, все были, это был там Бианке, Паустовский, не знаю, там еще кто-то. Да, это были всегда… Он возил меня из центра города, мы жили в центре, на трамвае ездили на юглу Шмерли или на луга озера Югла. Тогда там были луга с лягушками, там с цветочками какими-то. Он сам деревенский, и он хорошо знал все. Деревья, цветы, птички – вот это все от папы. И, наверное, вот то, что я люблю природу, это от папы. А от мамы – это совсем другое. Это безмерная любовь к близким, просто вообще безмерная. И доброта такой широты, о которой даже, ну, я не знаю, я больше такого нигде не видела. Иногда упрекают мою маму в том, что она была обезвольной там или еще какой-то, что она что-то там позволяла к себе, что, может быть, не надо было со стороны папы. Там не было у нас таких радужных внутренних отношений. Но вот я ни разу не слышала от мамы ни упрека, ни какого-то строгого окрика. Не было этого, просто не было. Я даже вот что я запомнила, у меня 37 лет было, когда мама не стала. Но что я запомнила, я была уже взрослой, мы едем в трамвае, и мама говорит, доченька, садись, посиди. А у меня мама на 40 лет меня, между прочим, старше. То есть она, я поздний ребенок. Ты устала, посиди, сядь, посиди. Это не я маме говорю, а мама мне. Вот это я тоже помню, потому что вот, ну, это безграничная какая-то доброта. Вот она гармоничный человек. Я думаю, что да, да. И она пронесла… Без претензий к миру. Абсолютно. Что очень важно. Абсолютно, да, абсолютно. И она, вот, она жила… Она работала, конечно, но работа для нее не была главным. Не так, как у меня, ни в какой момент, наверное. Она выбрала работу для себя, она работала вечерами. Она в Доме офицеров билетным контролером была. То есть, там, кино, танцы, концерты, библиотека, музыкальная школа. Это продолжение моей жизни в Доме офицеров тоже, да. Но для нее важна была семья. Нужно было, важно было, чтобы всегда дома было тоже все чисто, аккуратно, красиво. Вот это все мама. Хотя она не шила, не вязала, только вышивала. То есть, мама немножко других кровей у меня была. И она так и не научилась тому, чему, в конце концов, научилась я в свое. В свои молодые годы. Но вот мама – это бесконечная доброта. Если продолжить эту цепочку вперед к детям и внукам, что из маминых личных и семейных ценностей вы детям передали? У вас очень теплые отношения с детьми. Ну, отношения хорошие, я бы так сказала, но разные в разное время. И они ко мне относятся гораздо лучше, чем я, может быть, в свое время относилась к ним. Мне так кажется, да. То есть, очень трудное время подростковые. Я их сделала очень быстро взрослыми. То есть, я их сделала. Это, наверное, это не очень хорошо. Они не хотят, чтобы их дети рано становились взрослыми. Я думаю, они правы в своих… Жизнь покажут. Ну да, мы не знаем. Мы не знаем, когда. Но мы иногда говорим на эти темы. Они не любят вспоминать трудные годы, семейные наши, потому что для них это была травма, которую я не понимала. Я только свою понимала. Ну, что есть, то есть, да. И мне казалось, что раз жизнь изменилась, то она должна измениться для всех. И в том числе для детей. И дети повзрослели очень рано. И я как бы тогда радовалась, что сын рано стал мужчиной, что он проявляет свои мужские качества по отношению к нам с дочкой какие-то. Это… Ну, вообще всё должно… Ну, вот гармонии-то уже не было. Это уже не гармония. Это обстоятельства. А гармония – это вот когда всё идёт как нужно. Как… Ну, вот… Это немножко другое. Ну, это были годы, годы 90-е. Они были непростые для всех. Мы пережили всё это. Дети хорошие. У меня я очень довольна ими. И для них, для обоих всё-таки семья очень-очень важна. Я понимаю, что сегодня это не очень популярная тема, потому что… А почему? Ну, многие говорят, что семья теряет своё значение. Ну, всякое бывает, да. Как правило, это вот несчастливые люди говорят, да, всё-таки. И когда мне говорят, что всё, что у тебя было, это очень маленький процент, ну, есть правило Паретта. 20 на 80. Оно для всех ситуаций имеет смысл. То есть 20% счастливых, гармоничных, и 80% нет. Ну, что делать? Такая жизнь. Да, ну, это не значит, что не нужно стремиться быть вот в этой двадцатке. У нас, между прочим, программа подошла к концу. Да, мы ещё не успели. И о Пушке не хотели поговорить. Да, да, да. О гармонии там подробнее. Как-то очень быстро. И да, и осталось буквально несколько минут, две минуты. Скажите, пожалуйста, что для вас, вот мы о гармонии, о счастье говорили, что вас сегодня радует больше всего? И чего вы себе и нам всем пожелали бы? Посткарантинное время начинается, если это важно. Ну, вот мы уже говорили об этом, но для меня важно всё-таки слушать себя. Слушать себя, да, потому что твой внутренний мир, если он стремится к гармонии, достичь её практически невозможно. То, что мы говорили, это всё-таки тоже стремление, да? Вот, если ты живёшь, стремишься жить в согласии с собой, то это каким-то образом, волнами отражается на твоих самых близких. А потом, может быть, следующими волнами затрагивает и следующий какой-то круг, если ему это важно, следующему кругу. Ну да, идёт волной, как по цепочке. Это идут волны потом, да. Но сначала всё-таки нужно пытаться вот гармонии… Понять себя. Понять себя, да. Если ты, ну, пытаешься это делать, если ты, ну, как бы думаешь об этом, да, то что-то происходит, что-то меняется. Спасибо вам огромное за беседу, Ольга Андреевна. А я считаю, что личное утро у нас удалось сегодня. На Пушкин. Да, на Пушкин. Жаль, что мало времени, ещё бы пару часиков мы могли проговорить спокойно. Завтра поздравляем вас с завтрашним днём рождения нашего всего Пушкина, да? Есть строчка любимая? Давайте этим закончим. Да, конечно, она то из прошлого, из молодости, наверное. Я к вам пишу, чего же боли, что я могу ещё сказать. Теперь я знаю вашей воле меня презрению наказать. Сначала я молчать хотела, поверьте, мы его... Да, вы бы не знали никогда, когда надежду я имела. Хоть редко, хоть в неделю раз в деревне нашей видеть вас, чтобы только слышать ваши речи, вам слово молвить, а потом всё думать, думать об одном и день, и ночь до новой встречи. Вот это те строчки, которые, ну, для меня очень-очень близки были раньше и также близки сегодня. Всю жизнь, да. Спасибо вам большое, хорошего дня, до скорых встреч. Спасибо, всего доброго, всем доброго дня и хороших выходных. Утро на балконе.